Как нарцисс наказывает свою жертву и для чего он это делает? Мы рассмотрим такую ситуацию, когда есть человек с нарциссическими чертами и более того, эти черты в нем достаточно сильно выражены и возможно даже они достигают размаха расстройства личности, нарциссическое расстройство личности. Есть такой человек и рядом с ним есть другой человек, который находится с ним в отношениях. Условно назовем это жертва нарцисса. Дело в том, что для нарцисса жизненно важно, чтобы он находился в отношениях с кем-то, от кого он будет получать так называемый нарциссический ресурс. Нарциссический ресурс это когда нарцисс, который преисполнен внутренней тревоги и неуверенности в своей значимости, находится в отношениях с кем-то, кто им восхищается, кто дает ему признание, кто находится под его эмоциональным контролем для того, чтобы нарцисс чувствовал себя все-таки достаточно как-то уверенно. Ему для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, нужен другой человек, то есть жертва его. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы с вами разберем, собственно, как же нарцисс наказывает свою жертву, когда она начинает выходить из-под его контроля и перестает ему давать так необходимый ему нарциссический ресурс. Если эта тема кажется вам интересной, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. Давайте начнем с газлайтинга, и первая вещь, которую нарцисс может вас наказывать за такое общее неповиновение, это газлайтинг. Это ситуация, когда другой человек пытается тебя, так сказать, сделать сумасшедшим. То есть вы говорите о том, что вам что-то не нравится, а он говорит вам, что тебе это не нравится, потому что у тебя что-то, какая-то проблема с головой. Предположим, он вам сказал какую-то вещь, вы обиделись, он говорит, ты такая эмоциональная, ты такая ранимая, что ты слишком чувствительная. Или, скажем, он вас как-то подколол какой-то шуткой такой токсичной, неприятной. Вам неприятно, он говорит, ну послушай, ну я вообще пошутил, но это очевидно, что это же была шутка. Ты сейчас обижаешься, ты эмоционально неадекватна, ты тупая, потому что не понимаешь юмора, и какая-то вот эмоциональная, слишком ранимая, такая вот какая-то хрупкая, из-за того, что обижаешься на шутку. То есть таким образом нарцисс также еще и развивает зависимость, что раз ты такая какая-то глупая, эмоционально неустойчивая, тебе надо держаться в меня, потому что куда ты сама денешься. Если ты где-то будешь, не знаю, как-то самостоятельно жить эту жизнь, то там наверняка твоя эта непомерная глупость, эмоциональная какая-то невозможность вообще строить коммуникации, что пытается нарцисс внушить своей жертве, она не позволит тебе вообще как-то вот общаться с другими людьми. Только я могу тебя выдержать. Второй способ, как нарцисс наказывать свою жертву, это пассивное агрессивное поведение. Вообще пассивная агрессия это основной способ, как нарцисс размещает неэкологично в контакте свою агрессию. То есть он, если ему что-то не нравится, обижается, начинает саботировать процесс, то есть делает то, о чем вы договорились, как-то неправильно или не знаю, как-то так, что не подходит. Либо он может как-то начать бурчать и разговаривать, ну как будто бы не с вами, как будто говорить в сторону. Предположим, он вам говорит, что я сегодня вечером хочу встретиться со своими друзьями, и хочу, чтобы ты пошла вместе со мной, потому что ну какая-то у него есть такая идея. Так, получилось, что сегодня вечером у вас есть другие планы или вы не хотите туда идти. В нормальных отношениях что происходит? Ну в отношениях условно таких вот здоровых. Он будет искать какой-то компромисс, он скажет, послушай, ну давай все-таки вот для меня это важно, я сейчас тебе объясню, почему для меня это важно, я хочу, чтобы ты сегодня со мной пошла. Или, например, сегодня ты сходи со мной, а там завтра я сделаю что-то, что хочешь ты там. Или, например, давай сходим не сегодня, а какой-нибудь в другой день, когда ты сможешь. Ну, то есть все-таки мы договоримся и все-таки мы сходим, я получу то, что мне нужно, ну с учетом реальности, с учетом твоих желаний. С нарциссом так невозможно. Для нарцисса вообще-то эти вот договаривания, это вообще не вариант, почему? Потому что когда два равных человека договариваются, они как будто бы равны, а нарцисс вам всегда по умолчанию как бы хуже. Если он будет договариваться с вами на основе какого-то такого паритета, ну вроде как вы равны, два таких взрослых человека, то он все равно будет чувствовать себя хуже. Ему важно, чтобы вы его капризы удовлетворяли, как вот капризы ребенка удовлетворяют родителей. Я просто хочу и все. Вот мне просто важно, чтобы ты делал то, что мне важно, таким образом как бы подтверждая мою значимость. Поэтому если вы ему говорите, что нет, сегодня я с тобой не пойду к твоим этим там друзьям, он начинает обижаться, он может какие-то ходить раздраженно, такой угрюмый, может, не знаю, как-то там хлопать дверьми. Если вы с ним там договорились, что он должен, ну не знаю, уйти или прийти, ну о чем-то угодно, вы с ним договорились, он это обязательно сделает, ну не так, как вы договаривались. То есть это и есть пассивная агрессия. В такой ситуации очень важно просто понимать, что если вы находитесь в отношениях с человеком с нарциссическими чертами, то надо быть готовым к тому, что там будет очень много пассивной агрессии, и вам нужно задаться вопросом, ну почему вам необходимо в этих отношениях находиться. Третья вещь, с помощью которой нарцисс наказывает свою жертву, это обесценивание. Это вот ты находишься с человеком в отношениях, он обесценивает твои какие-то достижения, он обесценивает тебя, он может как-то там, предположим, ты занимаешься спортом, он обесценивает твои успехи в этом спорте, он обесценивает твою работу, может обесценивать твои хобби. Предположим, ты говоришь, что для тебя очень важно посмотреть какое-то шоу там или, не знаю, какой-то фильм, и вот ты говоришь, что давай вместе посмотрим, или мне нужно время, я хочу сама посмотреть. Он обязательно выскажется по этому поводу, что это какая-то глупость для каких-то глупых дурных женщин, кто такое смотрит, кто сейчас вообще смотрит такой формат шоу. То есть ему очень важно максимально все это обесценить. Для чего? Для того, чтобы вы в следующий раз выполняли то, что ему нужно. То есть каждый раз, когда вы показываете какое-то неповиновение, он потом начинает вести себя как такой мерзкий обесценивающий человек. Опять же, если вы с ним в целом находитесь в отношениях и у вас фаза сейчас обесценивания, то он сейчас будет очень часто вас обесценивать. И вам нужно понимать, что я нахожусь в отношениях с таким нарциссом и с этим человеком я буду находиться столько времени, сколько либо я выдержу, либо сколько ему нужно будет меня продолжать так вот унижать. То есть опять же нужно проанализировать, что у вас в жизни происходит, почему вы сейчас с этим человеком и что вы планируете делать дальше. Четвертая вещь, с помощью которой нарцисс будет наказывать свою жертву за неповиновение, это отсутствие, отвержение и молчание. То есть любой такой вот негативизм, направленный в отношениях. Опять же, вы о чем-то, не знаю, попросили нарцисса. Он не хочет это выполнять, но не может в этом признаться. Ну, предположим, вы говорите о том, что, послушай, мы с тобой находимся в отношениях, ну, я как-то вот плачусь за квартиру и вообще как бы и за жилье, и ты же все вот обещаешь, что найдешь себе работу, а ты ее почему-то не ищешь. Поскольку он не может вам ответить что-нибудь такое конструктивное, типа, да, я собираюсь это сделать или я сейчас делаю, но у меня пока не получается. Или, скажем, я сейчас чувствую, что у меня нет как бы настроения вообще искать работу, я еще какое-то время хочу посидеть у тебя на шее. Ничего из этого он сказать не может. Вместо этого он что будет делать? Он перестанет с тобой разговаривать. Ну, типа, я обиделся вообще и ну как вот ты мне такие претензии предъявляешь. Или он, скажем, кто-то уйдет. Он уйдет и там, не знаю, может где-то там к друзьям пойдет или еще где-то завеется. Чтобы ты волновалась, где он там ходит. Потому что, может, вроде в отношениях, а вот его нет. Он не предупредил и сейчас трубку не берет. Также он может как-то демонстрировать какое-то отвержение. Предположим, ты ему говоришь по поводу того, что, слушай, ну так давай мы с тобой вместе в отношениях. Ну, вроде как у нас там есть какие-то планы, я не могу одна все тянуть. Давай, ты, может, как-то подумаешь по поводу работы, что ты можешь сделать. Все. Вот он тут же начинает отвергать, говорит, что ты знаешь, раз так, раз ты такая прагматичная, раз я тебе нужен только ради денег, значит, я буду уходить из этих отношений. То есть он старается всячески, ну, вот такими неприятными вещами, то есть молчание, отвержение, какое-то отсутствие его, избегание, вас наказать, чтобы вы, ну, как будто бы эту тему не поднимали. Нарцисс надеется, что какое-то время он на этой теме все-таки прокатит. То есть как только вы начинаете какой-то вопрос такой острый поднимать, он ведет себя таким образом, чтобы его как-то, ну, утихомирить, снимать этот вопрос. Вот он надеется, что как бы это будет длиться бесконечно, что, конечно, невозможно. Рано или поздно вам, вы поймете, что вы просто не можете быть в этих отношениях, где другой человек не договороспособен. И пятая вещь, с помощью которой нарцисс может наказывать свою жертву, это закручивание гаек в плане контроля. Предположим, опять же, вот он вам сказал, что для него важно, чтобы вы с ним поехали куда-нибудь там, куда ему интересно, там, посмотрели какие-нибудь там машины или что-нибудь, ну, занялись чем-то, что ему интересно. Вы говорите, да, это все очень интересно, но у меня есть другие планы, и, ну, давай как-нибудь в следующий раз. Он чувствует себя таким вот отверженным, он чувствует, что его вот эта вот суперзначимость начинает как-то шататься, потому что в его голове вот чего он захотел, вы должны быть таким его незримым постоянным спутником, его всячески поддакивать, поддерживать, и вот тогда он будет чувствовать себя каким-то окейным. Тут вы как будто бы высказали свою какую-то вот, ну, такую субъектность, что это вообще-то отдельный человек, который не всегда хочет того же, чего и я хочу. Нарцисс начал как-то нервничать, и в такой ситуации, ну, понятно, что все эти процессы у нас несознаваемые, он начинает вас наказывать. И, предположим, если это мужчина, ваш мужчина, он может начать тут как-то вот увеличивать количество контроля. А, ну, хорошо тогда, ну, послушай, ты сегодня тоже к подругам своим не иди, потому что ты видел аж какие вот новости, что в городе творится. Я, к сожалению, не могу пойти тебя провести, то потом следить. Поэтому, наверное, сиди сегодня дома, потому что, ну, ты же все-таки вот женщина, а женщина должна сидеть дома. Начинается такое закручивание гаев в плане контроля. Раз ты не хочешь делать то, что я хочу, тогда я буду себя вести как такой гиперопекающий, такой злой родитель. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас был такой вот неприятный опыт в отношении с нарциссом, и вы чувствовали, что он вас наказывает, что именно из того, что я говорил, он использовал. То есть, каким образом нарцисс вас наказывал. И если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с человеком, который вам не нравится, и эти отношения вас как будто бы разрушают, то первый вопрос, который вам очень важно себе задать, это почему вы находитесь в этих отношениях. Если вам сложно с этим вопросом как-то разобраться, если вам сложно найти ответы на этот вопрос, вы можете обращаться ко мне на консультацию, мы вместе это разберем. Потому что часто бывает так, что вот женщина находится в отношениях, и она точно понимает, что эти отношения ей как-то не подходят, они ее не делают счастливой, но что делать дальше, она просто не знает. То есть эта ситуация меня не устраивает, а чего я хочу, что делать дальше, неизвестно. В такой ситуации просто нужно разобраться в том, что происходит, и в рамках терапии найти какие-то хотя бы примерные пути выхода и какие-то тактики поведения в такой ситуации. Потому что в каждом индивидуальном случае вот эти вот тактики могут быть, соответственно, индивидуальны. Если вам эта тема понравилась, ставьте обязательно лайк под видео, я буду вам очень благодарен. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, чтобы меня не потерять. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.